В музее Московского Кремля хранится шлем Александра Невского, на котором отчетливо различима арабская надпись каноническим арабским шрифтом. На шлеме Ивана Грозного, рядом с кириллической надписью имени царя, расположен арабский узор, являющийся религиозной надписью на арабском языке. Оружейная палата Московского Кремля хранит коллекцию русских боевых сабель, сплошь испещренную арабскими надписями религиозного содержания. Причем это оружие не трофейное, а изготовленное русскими мастерами в оружейной палате для русских воинов. Уже эта малая часть перечисленных предметов не укладывается в рамки традиционной российской истории и выглядит очень неестественно, требуя специального разъяснения. Смотрите дальше. Насколько объективна история как наука? Сегодня этот вопрос интересует значительно большее количество граждан, чем когда-либо ранее. Происходящее последние годы в России, особенно в связи с Украиной, заставляет вновь обращаться к истории и закапываться в первоисточники. И ведь самое интересное, что в иных случаях это интересовало бы лишь специалистов. Обычные же граждане спокойно жили бы в плену укоренившихся стереотипов. Но российская политика вместе с пропагандистской машиной совершили в последние годы такой топорный вираж, что сегодня надо быть уж совсем глупцом, чтобы верить в предлагаемые исторические мифы, которыми Москва оправдывает свои неуклюжие маневры. Они, конечно же, хотели как лучше, а получилось... В общем, из-за действий Кремля сегодня даже самые святые для россиян вещи подвергаются сомнению и всплывает неприглядная правда, рвущая все мыслимые и немыслимые шаблоны. По этому поводу еще сто лет назад прекрасно высказался академик Покровский. История – это политика, опрокинутая в прошлое. Другими словами, историческая наука – это тетка свободных нравов на службе правящего класса, мечтающего для оправдания собственной несостоятельности выдать желаемое за действительное. Существует два фундаментальных исторических постулата, на которых строится вся политика Москвы в отношении Украины. Это тезисы о том, что русские и украинцы – это один народ, и Киевская Русь – прародительница России. Но насколько крепок этот фундамент и существует ли он вообще? Потому что без этих двух утверждений само существование Российской Федерации становится абсолютно бессмысленным. Киевская Русь – это основа мифологии Российской империи. Убери ее, и вся империя станет пшиком. Чтобы не быть голословными, давайте снова вернемся в оружейную палату Московского Кремля. А выводы сделайте сами. Итак, в рамках традиционной российской истории засилье так называемого «восточного оружия» с религиозными надписями на арабском языке на территории Москвы выглядит достаточно странно. Причем совершенно доподлинно известно, что это оружие массово изготавливалось русскими мастерами. Правда, если, конечно, уместно для тех времен употребление слова «русский». Половина шапок иерихонских, являющихся важной частью торжественного воинского наряда русского царя, имеет религиозные арабские надписи. Поразительно, что другие языки, кроме арабского, при этом не используются. Есть даже парадоксальный пример соседства чуждых друг другу религиозных символов. Так, на шапке иерихонской Михаила Федоровича Романова работы мастера оружейной палаты Никиты Давыдова 1621 года помещена арабская надпись с изречением из Корана, соседствующая с православными крестами и образом архангела Михаила. Другой пример. На зерцалах царских доспехов первых Романовых, хранящихся в Московской оружейной палате, кириллицей по-русски написаны только титулы Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Религиозные же надписи на зерцалах выполнены сплошно арабском языке. В целом прослеживается следующая, поразительная с точки зрения внушенной нам версии русской истории, картина. Арабские надписи обычно присутствуют на традиционном русском княжеском вооружении, сабле, зерцальном булатном доспехе и шапке иерихонской, которая входила в большой наряд русских царей. На основе традиционной истории логично предположить, что крестоносец напишет на щите девиз на латыни «мусульманин», аяты из Корана, а русский воин воспользуется хотя бы родным языком. Но на деле мы видим тотальное использование арабского языка на протяжении нескольких столетий у тех, кто позже стал позиционировать себя потомками славянской Киевской Руси. Московские цари того времени, как известно, были в глазах народа наместниками Бога на земле, поэтому они должны были с особым чанием придерживаться старых традиций. В частности, использовать религиозные формулы, записанные по-старому, то есть получается по-арабски, на парадном доспехе отдавая дань уважения порядкам, по которым жили их отцы и деды, которые освящены веками. Не кажется ли это странным? Официальная российская история почему-то стыдливо обходит эту тему, скрывая истинные причины обилия арабских надписей на оружии и военном обмундировании русской знати. А причины следующие. Татаро-монгольская ига в официальной истории России рассматривается очень коротко и представляется в негативном свете, а в исторической же реальности все было с точностью до наоборот. Это был период становления той империи, которая потом стала Россией. Этим периодом следовало бы гордиться, если в конце концов признать тот неоспоримый факт, что отцом российской государственности был хан Батый, а русские князья присягнули ему в верности. Дело в том, что нашествие монголов на Москве в 1237-1241 годах не стало большой бедой для многих русских политиков того времени. Наоборот, они даже улучшили свое положение. Летописи особенно не скрывают имен тех, кто был прямым союзником и партнером пресловутых монголо-татар. Среди них и герой России князь Александр Невский. Тем более, что Александр Ярославич, прозванный в народе Невским после присяги, стал хану Батыю названным сыном. С тех пор в русском языке появилось слово «отец» от тюркского «отэ». Александр Невский называл хана Батыя отцом. Коллаборационизм русских князей помог им сохранить свои княжества. То есть Московия практически безболезненно смогла влиться в татаро-монгольское государство путем предательства. Говоря проще, без проблем сменила хозяина. А разрушения, причиненные войной, сильно преувеличены современными историками. Русские князья стали вассалами монгольских императоров и золотоордынских ханов. Чтобы остаться на своих княжениях, они должны были явиться в Орду и получить из рук хана ярлык на княжение. Другими словами, средневековые московские деды не воевали, а предавали братьев, землю, веру, скрепы и все то, что сегодня в России принято ревностно оберегать. К слову сказать, Киев, в отличие от беспринципных древнемосковских княжеств, никогда не ходил на поклон к хану. Напротив, Киев яростно сопротивлялся Орде. И это было естественным. Для славянского православного Киева татаро-монголы были не только оккупантами, но и чужаками по крови и вере. И поэтому никакого разговора с ними быть не могло. Поэтому совершенно непонятно, зачем славянскую православную Киевскую Русь записывают в прародительницу России, имеющую тюркские и мусульманские корни своей государственности. Киев ожесточенно дрался с татаро-монгольскими оккупантами, а в это время московские князья находили общий язык с ханом, перуя с ним за одним столом. В течение длительного времени Золотая Орда являлась для русской аристократии и князей важнейшим источником легитимности и престижности их власти. Русская аристократия была продолжением ханского двора, и как следствие значительная часть русской знати может назвать тюрков своими предками. Например, предок рода Тургеневых Мурза Лев Тургенев. В основе фамилия лежит имя тюркско-монгольского происхождения Турген, означающее «быстрый, вспыльчивый, горячий». Если из-за раны в ноге некий воин хромал, то он получал прозвище Аксак, отсюда фамилия Аксаков. Если был Рябой или Конопатый, то получал прозвище Чубар, отсюда фамилия Чубаров. Представители тюркской аристократии, сразу принятые в высшие классы российского общества, получили фамилии по русскому образцу, лишь с нерусской основой. Например, Карамзин, Ис, Кара, Черный, плюс Мерза, титул знатного человека. Тючев, Ат, Туч, Бронза и Чи-Джи, суффикс имени деятеля, то есть человека, работающий с бронзой или торгующий ею. Вот лишь небольшой список вроде бы русских фамилий, но в которых присутствует тюркское начало. И продолжать придется долго. Многим сотням известных так называемых русских родов начало положили тюрки. Этим стоило бы гордиться, если, конечно, не вспоминать то, что древнемосковские князья были коллаборационистами или, современным языком, пособниками оккупантов. Хотя никто, в принципе, и не вспоминает. Вместо этого официальная российская история провозглашает прародительницей России ни много ни мало славянскую православную Киевскую Русь, в то время как тюркские мусульманские скрепы российской государственности затерялись где-то между бескрайними казахскими и монгольскими степями. А ведь несколько столетий вплоть до Петра I Россия, тогда еще Московия, не стеснялась своих тюркских корней. Первое в истории России регулярное войско, дворянская конница, в качестве основного языка межнационального общения, имела, скорее всего, кыпчакский, главный язык Золотой Орды. Все это не могло не отразиться на языке московских княжеств. Не случайно и до сих пор русский язык очень сильно отличается от языков народов, которые Москва упорно называет братскими. Если русские считают себя братьями белорусам и украинцам, то почему тогда украинцы и белорусы понимают друг друга, говоря на родных языках, а русские не понимают ни слова ни по-белорусски, ни по-украински? Русский язык вообще с натяжкой относят к славянским языкам. Настолько сильно он заполнен тюркизмами, словами из тюркских языков. Не случайно в интернете ходят таблицы славянских языков в сравнении с русским. И там, где у нескольких славянских языков самые распространенные слова буквально идентичны, то русский вариант будет совершенно непонятно откуда взявшимся. Главный памятник русской письменности, слово о полку Игореве, в оригинале написан очень непростым для современников языком, и поэтому существуют многочисленные переводы на современный русский. Произведение содержит множество темных мест. Их расшифровка и перевод стали любимыми занятиями словистов-русистов. Это продолжалось до тех пор, пока за слово о полку Игореве не взялся казахский специалист по тюркским языкам Алжас Сулейменов. Он устроил словистам такой разгром, что они не могут отойти от потрясения до сих пор. Сулейменов без каких-либо проблем понял произведение лучше любого словиста-русиста. Потому что, оказывается, слово о полку Игореве написано на страшном русско-славянско-половецко-кипчакском суржике. То есть кишмя кишит тюркизмами, который автор вставлял в текст с естественной непринужденностью. Потому что это был язык того времени, в определенной степени сохранившийся и до сегодняшнего дня в виде языка русского. И выяснилась масса прелюбопытнейших вещей. Куры города Тьму-Таракани наконец перестали кудахтать. Эти птички, веками смущавшие переводчиков, оказались обычными стенами. Кура у тюрков обозначает стену. Дебри-кисани из темных лесов, окружающих великий русский град Кисань, неизвестно, правда, где находившийся и куда потом девшийся, превратились в дебир-кисан, означающие железные оковы. Тощие тулы, хоронившие князя, обратились из прохудившихся колчанов в худых вдов, обряжавших князя в последний путь. Ибо у тюрков тула – это вдова. Птица-горазда, над которой тоже сломали голову многие переводчики, переводя ее как очень быструю птицу, стала горазом, то есть по-тюркски петухом. И так далее, и тому подобное. Смысл всего произведения в результате этих многочисленных изменений оказался кардинально новым. Текст – почти неузнаваемым. Сказать, что словисты-русисты обиделись, значит ничего не сказать. Книгу Сулейменова встретили гробовым молчанием. Ее существование как бы просто проигнорировалось. Но с тех пор ни одного нового перевода слова о полку Игореве больше не выходило. Потому что писать о нем, не принимая во внимание правок Сулейменова, теперь невозможно. А признавать их – нестерпимо обидно. Та же история и с официальной российской историей. О некотором лучше умолчать, иначе вся идеология русского мира развалится на мелкие кусочки. До воцарения Петра I Россия жила под тщательно сохраняемым традициям, перенятым от монголов. Будущую массу жителей Российской империи вне культур и корневых языков формировало крепостничество. И почти за 400 лет сложилось послушное и безвольное население, забывшее собственную культуру и языки предков, традиции и обряды. Народ был забит и ни на что не способен. Вот почему Петр I полностью переориентировал Московию на Европу, переименовав ее на греческий манер – Россия. Первая русская, Петербургская академия наук была из привозных ученых – немцев, итальянцев, французов. Гастарбайтерами на судовых верфях были голландцы, первые артисты русского балета и русской оперы, французы и итальянцы. Вообще-то получается, что русский – это совсем не национальность, а что-то иное. Причастность к чему-то общему для группы людей. Например, глобальной идеи вроде имперской, когда национальность всего лишь вторичный признак, а первичный – территория. И чем больше, тем лучше. Нахватавшись территории, империя при царе-реформаторе поняла, что размер и численность населения не делают государства успешными. К тому же завоеванные народы периодически восставали и не хотели жить в империи. Надо было что-то придумывать. И вот тогда как раз и придумали русских. Это прилагательное обозначает принадлежность к территориальному сообществу по признакам беспрекословного подчинения хану, царю, императору, генеральному секретарю или президенту. Русский – это как советский. Русский и российский – это слова-синонимы. Русский может носить фамилию татарского происхождения, бурятского, мордвинского, макшанского, казахского, польского, французского, шотландского, немецкого, итальянского, да бог весть еще какого. Он может быть и смугл, и раскос, блондин или брюнет, плюгавым или высокорослим. И ось у святлевищесказаного замість висновка хочется задать очевидное вопрос. Где та причина, хотя бы одна, ну хоть маленькая. Где та причина, по которой в Росії вперто називают русских и украинцев одним словянским народом? Хіба азиати і європейці – це одне і теж? И, вешті-решт, Русь на святі є одна. И вона – київська.